Роль злодеев, как и в «Отряде самоубийц» исполнит Марго Робби Джаред Лето. Действие фильма должно развернуться после событий сиквела «Отряд самоубийц», у которого пока нет точных сроков выхода на большой экран, а жанр очередного спин-офф описывается как криминальная любовная история. Киностудия также уже успела приступить к работе над индивидуальной лентой о Джокере. Правда, Джаред Лето почему-то отказался от участия в проекте. Его даже не привлекло, что продюсером картины выступил сам Мартин Скорсезе. Примеры обоих фильмов намечены на 2019 год. Тейлор Свифт в своем инстаграм опубликовала несколько постов, в которых объявила о скором выходе нового альбома. Он будет называться «Репутейшн» и увидит свет 10 ноября, а уже завтра звезда шоу-бизнеса представит внимание слушателей первый сингл. Неделю назад Тейлор Свифт удалила все фотографии в своих аккаунтах в социальных сетях. Теперь стало понятно, что так Тейлор готовил своих поклонников к важной новости о выходе своего шестого альбома. Новость об осеннем релизе прозвучала через неделю после завершения скандального судебного дела о сексуальных домогательствах, которые Свифт выиграла. Вчера в Лос-Анджелесе актриса и модель Кейт Аптон вместе с Александрой Дадарио представили новый фильм-комедию «Стоянка». По сюжету героиня Кейт с лучшей подругой решают сбежать из серых будней и отправляются в тропическое путешествие. На борту самолета девичья дружба переживает острый кризис. Виной тому – красавец-попутчик. Сама Кейт уверяет журналистов, что конфликты такого рода ей абсолютно чужды. Ни один мужчина не стоит такой борьбы, особенно если под угрозу поставлена ваша дружба. А вот что выберет героиня Аптон, дружбу или любовь, узнать можно будет совсем скоро. Мировая премьера фильма намечена на 1 сентября. Актер Крис Хемсворт выступил в поддержку однополых браков в его родной Австралии. Актер призвал австралийцев поддержать инициативу по легализации однополых браков. В своем инстаграме он написал «Брак – это любовь и верность в стране, для которой равенство всех жителей является приоритетом. Он должен быть разрешен каждому». Национальное голосование по этому вопросу будет проведено 12 сентября, а результат объявят 15 ноября. И, кстати, новый тур с Крисом в главной роли тоже выйдет в ноябре. И, к примеру, все ждут СМИ меньшим трепетом. Во всяком случае, я точно жду.